Друзья, всем доброго утречка! Вот оно какое солнечное сентябрьское утро! Цветы осенние радуют красками. Ничего нет лучше чернобривцев, посмотрите. Вот они, с бабочек море. Ничего нет лучше чернобривцев. Заполнили пространство, даже, как говорится, чрезмерно. Ну, яркое пятно, красиво. Издалека смотрится хорошо. А у нас давно я не снимала. Сейчас покажу, какие новости. Так, ну вот тут мои розочки доцветают. А что перед нами? А перед нами нету ореха. Все. Вчера приехали и срезали оставшуюся часть ореха. Перед этим была срезана половина, которая на дом смотрела. По крыше била. Мы боялись, что разобьет крышу. Срезана была половина. Ну, а потом вторая часть, которая смотрела вон туда, на соседей. Снимали секции забора. Я это не снимала, потому что тут работали мужики. Они не любят, когда им под руку лезешь и что-то делаешь. Я вообще в доме была. Вот. Вот эти две секции все до низу были сняты. Вон туда. И аккуратно так. Я так понимаю, ничего там не сломалось особо у соседей. Специалист срезал с помощниками. Ну, а мне теперь предстоит... Вот тут вот уборка. Муж выносил с помощниками. Все крупные ветки вынесли за дом. Там еще предстоит их выносить. Сейчас вам гору покажу. Ну, а тут я буду перепланировать, перепланировать свои ландшафты, дизайн менять. Хочу посадить туи. Ну, а предварительно, конечно, нужно будет вывести вот эту всю... Все опилки. Вот, смотрите, горы опилок. Вот. Вот они. Я могу их... Мягенькие, хорошие. Да, и выровнять, потому что, видимо, когда падали эти вот пни, образовались ямки. Вот, ямки. И здесь у меня гортензия была. Вот она осталась. Надо будет ее расчистить. И я надеюсь, она восстановится. Ее бедную и тот раз повредили. Ну, а сейчас, конечно, сильно. То есть выровнять землю, вывести, все выровнять. Ну, а потом я хочу... Пень уже такой останется. Уже ниже его срезать невозможно. И я хочу так вот обсадить туи. И сделать тут немножко иначе. Потому что за счет того, что был орех, тут темный участок. Тут, по сути, были только хосты. Вот. Ну, а здесь, конечно, тоже поломалось у меня. И лаванды поломались. Здесь, вон, куст лаванды лежит. Все это расчистится, обрежется. Ну, конечно, какие-то потери будут. А что делать? Такой глобальный этот проект. Вот у меня здесь фантом сломался. Кстати, да. Жалко фантом. Ну, что делать? Гортензия, в принципе, терпит обрезку. Вот там вот большая ветка сломана, к сожалению. Вот он фантом. Тоже восстановится по чуть-чуть. Там сломан рододендрон. Вот пол рододендрона сломана. Вот. Тут вот, видите. Ну, будем восстанавливать. Нет, досадим новые. Главное, что убрали этот орех. Который нам, собственно говоря, он тут был не нужен. Это каждую осень листья падают орехи. Их надо собирать. Куда-то их девать. Потому что нам в таком количестве не нужно. И как бы вот так вот. Ну, и плюс соседи сказали, что давайте убирайте. Когда увидели, что мы над собой убрали часть. Потому что он им тоже там не нужен был. Поэтому мы решили уже все это дело закончить в этом году. Слава Богу, согласился человек. Не каждый еще такую работу сделает. Вот эти габаритные деревья. Попробуй еще найди человека. Мы не один год уже пытались. То одну ветку кто-то придет, срежет, то другую. Но вот так вот, чтобы аккуратно и без повреждений особых. Это, конечно, он большой молодец. Вот. Так что, ближайшая куча у нас с ветками здесь. Тут вон тоже немножко повредились мои. Вот бабочка какая. Бабочек в море в этом году. Просто море. Ну, про бабочек так не скажешь. Но стаи целые. Целые стаи бабочек. Вот. Ну и туда дальше тоже. Гора за сеткой. Вот тут вот тянули. И прямо видно, как трава прилегла. Так что, давно я не снимала. Новостей таких каких-то глобальных не было. Все такая текучка. В принципе, все цветет, все растет. Как и каждый год. Как я снимала предыдущие годы. Ну, а вот с орехом, да. Конечно, было бы интересно показать, как он это все делает. Но под руку не нужно этого. Я понимала, что как бы интерес-то был. Но мешать людям не стоит. Поэтому теперь у нас будет новый виток. Как мы эту территорию будем облагораживать. Просто все будет тут пересматриваться соответственно. Потому что был тенистый участок. Сейчас он открытый выходит. Здесь я буду менять. Ну, вот даже эти желтые цветы. Нужно уже как-то сдерживать их рост. Потому что они сеются. Сеются, размножаются. Их уже слишком много. Хочу с гортензиями здесь. Тоже вот. Ну, фантом, получается, нужно будет подрезать, оккультурить. Сейчас тени нет. Он, я думаю, зарастет эта часть хорошо. И вот тут вот будет. Вот тут вот будет у меня все по-другому. Столько бабочек в саду. Сейчас я вам покажу. Вон они. Боюсь подходить близко. Попадали персики. И они нектаром питаются. Такое видели когда-то? Просто кишат бабочки. Я не видела. У себя в саду точно. Персики сладкие. Высоко на дереве. И сами падают. Вон там тоже. Дальше. Просто бабочек, видимо, невидимо. Вон. Я не знаю. Солнце отсвечивает. Видно или нет? Ну, вот так вот это выглядит. По три. Вот там четыре сидит. Пять сидит бабочек. Ну, и мухи, конечно, тоже. Ну, что сделаешь? И вон там, возле погреба, полно их. А там другой вид бабочек. Два вида. Вот эти вот с глазками на крыльях, как они называются? Махаон. Или как? На крылышках глазки. А там без глазков. Вон они. Другие. Классно. Какое-то время вообще не было цветных вот этих бабочек. Я не знаю, это хорошо или плохо в плане экологии. Но сейчас бабочек больше. Ну, здесь вы посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Семь бабочек на одном вот этом несчастном уже гнилом персике. Уже там след от него только. Не знаю, пока. Археее. Лет